здравствуйте дорогие садоводолюбители сегодня 13 марта 2020 года вот долезла до своих укрытий добралась то есть посмотрела эту плетистую розу алибертина посмотрела вроде почки нормально живая роза сейчас открываю чтобы все проветривать потому что там грязь здесь у меня молодые розы плетистые тоже сидят в ряд это флорентина тоже вроде почки тоже некоторые уже набухли то есть это открывать уже надо проветривать это у меня настигнуть ой господи почечки вроде тоже все живые не пролезу показать тоже на следующий год буду все вот так живут подокучивать чтобы вода не застаивался здесь у меня лагуна все но в том году все листочки не были зеленые в этом году столики зеленые листочки сухие почему-то не знаю что как раз зимой то все по-разному ну ладно слава богу живая посмотрим здесь у меня вот розы которые стояли в воде это бенджамин британ тоже отсвечивает почечки живые и все равно обрезать будем попозже конечно сейчас пока трогать не буду то есть подсохнет чуть-чуть здесь у меня тоже вода стояла прям вообще я уже не выдержала просто сбегала в теплицу уже насыпала под корень чтобы хотя бы сами стволы не стояли в воде земли подсыпала по пол ведра вроде так все зеленые то есть открываемся вот эти вот отдушины ой то есть укрытие чтобы воздух гулял почечки тоже прям такие хорошенькие тут у меня лаванда я про него вспомнила конечно что и укрывать на доказать в нашем климате все тоже 20 градусов шарахнул я побежал ее эти засыпал уже открываешь каждую весну и не знаешь что ждать так вот покололи мы лед вся душина открыла полный бардак в огороде тут мне тоже розы это кельни флора почки эти живые здесь у меня плетистая первогодка симпатии тоже зелененькая почки прям такие красненькие хорошенькие к совсем не открываю потому что пусть привыкнут хотя бы к воздуху закреплю потом вот такой лед сегодня накололи здесь потому что к укрытию вообще не пробраться было тут у меня я уже не помню какая роза тоже почечки прям хорошенькие вот это укрытие с плетистыми розами вот у меня какой тут каламбур вот открыла специально что быстрее растаяла прям уже не в некоторый вон расточки уже дали розы такая толщина льда это же видно спасает то что вот не касается земли почти то есть отложить первый раз сколько то не мне четыре года по-моему эти розы первый раз такой чтобы вот в таких укрытиях была вода и вообще вот вот такой не знаю прям вот эти розы тоже посмотрите вот укрытие голый лед стоит кололи вот специально открыла и порезала даже вроде зеленые чтобы топтаяла быстрее тем такой теплый денек настоящие на мне мазер фаснах по-моему да треснула кора почему не знаю ну от влаги наверное переизбытка в ванну или же пупочки были вон даже везде треснут жалко конечно может прививки пойдет видно будет это у меня плетистая роза пурпур сплэш пурпур спрэш пурпур сплэш все грязненькая листочки тоже еще на зелененькие есть тоже вроде нормально то есть убирающийся спадбонт под спадбондом лед здесь утрозы первогодки их отгребала почти как не тимофей посоветовал здесь у нас еще вот каток такая толщина льда здесь от розочки тоже который их осенью посадил а не могу еще добраться до них то есть этот климатисты смотрите какая толщина льда открылась сегодня от пленки это вторая группа чтобы все проветривалось все в воде можно кататься прям на коньках где растаяло где еще лед совсем виноград даже боюсь открывать не что там будет сегодня также деревья свои второй раз потому что осенью бурила почему-то краска слезла которые вот в том году сажала этот персик фасанский подрезала побелила вроде живой зимы то в этом году не было в принципе не знаю что на следующую зиму как покажет ну ладно что будет просто чисто спортивный интерес пойдет козет не так нет абрикосики посмотрела тоже все домушки открыла тоже подрезала побелила вроде живой но абрикосы говорят растут у нас не говорят а растут у нас правда не такие крупные вот который я заказывала с грецкий орех где-то вот у подружки мне есть знакомыми и растет уже не первый год дерево большой чтобы такие сортовые не знаю как это тоже абрикос что даже мы что в этом году не посещали тут ничего все-таки вот в чем преимущество ты сажаешь на холмик то что вода около вот этой корневой шейки не стоит как это другие деревья например как это я буду не взять вот эти там скапливается вода когда мы в яму деревья сажаем я вот уже лезвую сколько читал вот эти вот вебинар он там проводит то есть копаем яму когда сажаем деревья и вот она каждый раз вода вот например сейчас там же очень сыра днем оттаивает вечером замерзает ночью то есть и вот происходит разрыв коры то есть мне несколько деревьев сколько раз уже погибли то есть мы живем уже здесь почти 23 года вот деревья меня все молодые почему-то растут растут а потом раз и все причины не знаю наверно груша моя самая старушка в этом саду груш очень вкусный тоже это еще не обрезала плодушку вроде много она завязала если парша и не скушает конечно надо будет уже обрабатывать том году короче ни одну грушу не съел потому что парша на нее напала вот ей где-то лет восемь формировки конечно не соображала раньше ты принципе часто больно не дружу как обрезать так обрезаю одна груша у меня была вот форме чаши тоже на меня получилось при сильном ветре на мне пополам все сломалось эта груша очень вкусно название не помню брать не буду тоже надо будет все деревья подрезать уже сейчас пора пока сока движения не началось так вот у нас у кого-то уже посадки во все идут у нас счету тут не до посадок не 3-4 пройдет мне кажется все растает просто только вот целлофан например клематиста мокрый-то закрывается они не запрели и розы тоже не вообще всего-то виноград у меня тоже молодой не сделала дырочки здесь это у меня черенки которые розы в том году сажал вот как поцвели обрезала просто просто воткнула землю вроде все перезимовали только открою что невозможно еще отобрать лед вроде сидят зелененькие посмотрим что дальше будет потому что он даже откроешься вроде зеленая потом бабах и все вот так вот перезимовалась я считаю неплохо тем нет целлофан старый па с тряпочкой тоже вроде смотрю зелененькие каждую весну открываешь и не знаешь чего ждать сейчас это самое главное чтобы они не подобрели чтобы воздух там гулял поэтому надо открывать так-то все вроде все нормально всего доброго до свидания открывайте проветривайте